Подписчиков в инстаграме Аисты Капуста, клинического госпиталя МД Групп. Сегодня у нас замечательный спикер Дмитрий Александрович Соляников, хирург-гинеколог. У нас много присоединившихся сегодня. Отправьте нам, пожалуйста, цветочек, сердечко, как нас слышно, как видно. Да, 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 да. Вот Дмитрий Александрович как раз сегодня в отличнейшем настроении, передает всем привет. Мы сегодня ведем трансляцию с двух профилей, поэтому пишите свои вопросы, на все ответим. Тема у нас сегодняшнего эфира – бережная хирургия в гинекологии. Да, видим. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, начинаем. Дмитрий Александрович, здравствуйте. О чем хотим поговорить? Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики, уважаемые коллеги, кто к нам присоединяется, кто нас смотрит. Сегодня мы говорим о бережной хирургии, о нашем коньке, скажем, о нашей лапароскопии, о наших доступах, что мы можем делать. И конкретно приблизимся к теме кист яичников, образования яичников, цистоденом. Все интересующие у нас вопросы, как мы оперируем, что нужно оперировать, что не нужно оперировать, будем отвечать на ваши вопросы, отвечать на все вопросы, которые возникнут за время эфира. Дмитрий Александрович, есть вот такой миф, что некоторые кисты не надо оперировать, ждем до последнего, пробуем терапию. Развеничивайте, пожалуйста, этот миф. Скажите, как женщине быть, которая пришла на прием к гинекологу, и ее огорошили тем, что, ну, все, надо делать операцию. Что страшно, АМГ и так низкий, возраст еще молоденький, что оперируем, что не оперируем, какие кисты бывают, давайте пройдемся коротко. Понимаю, это вопрос, наверное, один из самых важных вопросов, то, что женщина издает на приеме, и здесь нужно понимать всем, и докторам, и пациентам, то, что кисты, они имеют разную природу развития, и существуют как кисты. И вообще начнем с того, что такое киста. Все термины в литературе, которые говорят о наличии какого-то образования в ткани яичника, они говорят нам о том, что это образование, опухолевийное образование, опухоль, киста, цистоденома, кистома, как их только они называют. В настоящее время все эти образования приравниваются к цистоденому, чтобы мы шли в правильном, верном контексте. То есть понятие кистома не существует на сегодняшний день, это было в советской литературе, сейчас нигде в мире не используется такое название. И, собственно, вот эти образования, они могут быть разной природы развития, есть функциональные кисты или опухолеподобные образования в яичниках, и есть истинные опухоли. Вот та категория, которую и нужно оперировать, которую нужно наблюдать, либо лечить и так далее. Сами функциональные кисты, это киста фолликулярная, наверное, вы не раз слышали такие диагнозы при УЗИ-контроле малого таза. Фолликулярные кисты, кисты желтого тела, которые оперировать не надо, эти кисты уйдут сами собой. Какая диагностика? Вот функциональная, как мы поймем, что это вот функциональная киста? Вот здесь девушка как раз пишет, у меня киста забеременела, сказали, что с беременностью может она уйти, это правда? Совершенно верно, все кисты с беременностью, они наблюдаются до ориентировочно 16, 17, 18 недель, и эти кисты уходят сами. Как правило, это кисты желтого тела. При беременности, скажем, отношение к хирургии, оно вообще кардинально другое. Надо оперировать, не надо оперировать, здесь у нас на столе оказываются два человека, а не один. И оперировать в раннем сроке вот эти кисты желтого тела чревато тем, что мы понизим уровень прогестерона в вашем организме, что в дальнейшем может вызвать просто начавшийся выкидыш с дальнейшими последствиями. Соответственно, при беременности, если эти кисты ей образуют, ей оперируются, то оперируются после 16 недель с уже развитием площадки плацентации, с развитием плаценты, чтобы она взяла на себя функцию источника прогестерона, и геичники никакой роли здесь играть уже не будут. И, соответственно, это и позволяет в диагностике при УЗИ-контролях определить функциональные кисты или истинная опухоль какая-то. Соответственно, здесь еще более сложная диагностика, чем в нормальном цикле, скажем, при беременности сложнее, потому что мы не можем брать онкологические маркеры. СА-125, как правило, при беременности он повышен всегда, и мы не можем на него ориентироваться. Здесь будет, наверное, диагностика складываться из бесконечных УЗИ-контролей, понимания структуры самого образования, ну и из вот этих пониманий будет складываться, что нас дальше ждет, нужно оперировать. Хорошо. А какие кисты препятствуют наступлению беременности тогда? Препятствовать наступлению беременности и ломать наш менструальный цикл может любое образование яичника. Даже функциональная киста может вызывать нарушение цикла, может вызывать болевой синдром. Даже киста желтого тела может вызывать, скажем, болевой синдром и может служить причиной операции. Я думаю, что каждый слышит диагноз апоплексия яичника, когда эти кисты надрываются, вызывают натурочное кровотечение. Но это уже немножко другое, это экстренная хирургия. В нормальном состоянии даже киста желтого тела, там до 10 сантиметров в размере, бывают и такие, они прекрасно рассасываются за 3-4 месяца при назначении гормональной терапии или при обычном наблюдении. Они рассасываются в процессе вашего менструального цикла. Понятно. А вот бывают вот эти серозные, шоколадные, вот девушка здесь пишет паравиалюную кисту. Паравариальные. Да, паравариальные кисты. Чуть больше 4 сантиметров при планировании беременности. Нужно ли оперировать? Нужно оперировать. Паравариальные кисты – это немножко другая нозология. Это кисты, не связанные с яичником. Мы говорим сегодня о кистах яичников как об образованиях, которые исходят из самой структуры, из яичниковой ткани. Паравариальная киста немножко имеет другую принадлежность, другое развитие. Вообще, в принципе, она находится в мезосальпингсе, в связке между маточной трубой и яичником. И никак не связана с яичником. Но такие кисты, когда они достигают размера более 3 сантиметров, желательно прооперировать, потому что на этих образованиях очень часто распластаны маточные трубы. Когда есть проблема бесплодия, операция очень простая. Операция не затрагивает авариальный резерв. Обычная банальная лапароскопия, 3 прокольчика и 15-минутная операция убрали эту кисту. Ну хорошо, давайте теперь более подробно ту кисту, которую нужно оперировать. Это какую? Чтобы хотя бы по названию примерно женщины запомнили и уже сделали правильное решение. Любое впервые выявленное образование на УЗИ, оно подлежит, ну как мы можем сказать, оспариванию, контролю, второму мнению. И в течение 2-3 месяцев, циклов мы можем его пересматривать у разных УЗИстов на разной аппаратуре, на аппаратах экспертного класса и так далее, чтобы понимать структуру этого образования. Как правило, когда УЗИсты вам пишут авоскулярное образование, то есть чисто жидкостное образование. Да, УЗИсты пишут, возможно это либо фолликулярная киста, либо сирозная киста. Здесь мы, если это доброкачественное образование, и дай бог, что оно доброкачественное, мы сразу никак не можем сказать, фолликулярное это или сирозное. То есть мы смотрим? С течением времени, с течением нашего цикла, идет одна менструация, вторая, третья прошла, мы смотрим. Если это образование имеет тенденцию к уменьшению, пусть не полностью рассосалось, но оно становится меньше, значит у вас функциональная киста, она реагирует на ваши ритмы вашего цикла. И со сменой гормонального цикла, менструального цикла, она меняет свой размер. Такая киста функциональная, ее нужно только наблюдать, оперировать не нужно. Естественно, при первичном обследовании любой доктор, любой врач должен назначать помимо контроля УЗИ, стандартные наши онкомаркеры, это H4 со 125, это прямо строго прописанная рекомендация, и мне это обязательно делать. Какие показания для операции необходимы? В каких случаях женщину мы все-таки оперируем, и какая подготовка, и что там с менструальным циклом? Я понял. Показания, скажем, кисты, опять же, мы оттолкнемся от того, что я рассказываю, что кисты бывают опухолеподобными образованиями, истинными опухолями. Если образование в течение трех месяцев не рассасывается, никуда не уходит, мы в полном праве считать, что это образование не функциональное, никуда оно не уходит. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, есть другие критерии того же ультразвука, когда мы смотрим не только на размеры образования, когда нас пугают 8 сантиметров или 10, мы видим его структуру. Нормальная, доброкачественная киста должна иметь гладкую внутреннюю стенку. Что касается эндометриоидных кист, их узистые щелкают, как орешки вообще, понимают, видят из-за своей структуры взвеси в самой структуре кисты. Эндометриоидные кисты диагностируются без проблем. Ну, это, наверное, мы будем разговаривать про эндометриоз в следующий раз или когда-то. Это отдельная тематика. А то, что касается вот этих вот кист, сирозная лида, доброкачественная, муцинозная или тератома, здесь структура играет очень важную роль. И киста должна быть чистой, гладкой. Если в ней есть какие-то дополнительные папиллярные разрастания, сосочки, очень часто пишут узисты, либо какие-то гиперэхогенные включения, это будет служить настороженностью для врача. И прямо, скажем, для человека это будет повышенный риск онк-насторожности. Здесь начинается дальнейшее дообследование. Это, опять же, наши марперы. Это может быть назначено КТ с контрастом, либо МРТ с контрастом, для того, чтобы более качественно увидеть эту структуру. И можно было разобраться, что в этой структуре находится. Соответственно, контраст дается для того, чтобы видеть рядом лежащие лимфатические узлы, насколько они накапливают контраст, потому что риск налиганизации очень высокий при онкопатологии яичников. Ну и, соответственно, дообследования в плане ФГС гастроскопии, в плане колоноскопии обязательно назначаются, чтобы исключить первичное метастазирование. Так, и как нам подготовиться к этой операции? Какой это день цикла? Как вообще это все проходит? Значит, насколько здесь важен навык хирурга, потому что, насколько мне известно, что очень важную роль играет, насколько врач сохранит орган, насколько он бережно, очень гладко это все сделает, понимая, что женщину в скором времени ждет беременности, это все надо органно-сохраняющую такую операцию провести. Можете про это сказать? Совершенно согласен. Объемы операций бывают очень разные по кистам яичников, скажем. Они отличаются от возраста пациентки, они отличаются от структуры яичника и отличаются, скажем, по плановости, либо экстренности. Те экстренные операции, которые выполняются по поводу перекрут каких-то кист яичников, перекрутов, когда яичник поворачивается вокруг своей оси, вызывая ишемию в сосудистом пучке, который питает яичник и саму опухоль. Образуется, ну, скажем, такой инфаркт яичника, что приводит женщину на стол. В таких случаях диагноз ставится практически молниеносно, и здесь идет борьба за часы, когда мы оперируем в экстренном порядке. Речь идет о сохранении органа, либо в раскручивании этих придатков и удалении опухоли. Либо, если произошел некроз и какие-то необратимые травматические изменения в русле сосудистом, тогда, к сожалению, это одна эксотомия, это удаление придатков с этой стороны. Также существует при экстренных операциях та же самая апоплексия. Чаще всего это происходит с кистами желтого тела. Это наши банальные функциональные кисты, которые у каждого в цикле после овуляции получаются желтые тела. Иногда оно вырастает больше каких-то допустимых размеров, и, учитывая свою очень нежную структуру, при любой физической нагрузке может быть надрыв, разрыв, размножение этой ткани, которые дают очень обильное кровотечение. Этим чревато, опять же, попадание на стол прямо в экстренном порядке с различной степенью кровопотерей и так далее. Ну, как правило, ткань яичника сохраняется, убирается только источник кровотечения, какой-то точечной коагуляции. Наша задача только остановить кровотечение, потому как желтое тело не представляет никакой угрозы, и о удалении кисты здесь никакой речи не идет. Если стандартная операция, как она проходит? Идем дальше. Стандартная операция, то есть плановая операция. Плановая операция, на которую женщина приходит, обследовали, нашли первичную опухоль, обследуется, сдают онкомаркеры, все нормально, 3 месяца наблюдается, никуда не уходит образование, надо оперировать, не станет единичным. План обследования абсолютно обычный, банальный, как и в любой хирургии, это общеклиническое обследование, связанное с анализами крови, общим биохимическим анализом, с мёртвой, мискомука, гулограммы, сирология, висифилис, гепатиты, обязательно УЗИ, МРТ назначается только при риске маллигнизации, когда, опять же, в кисте есть какие-то структуры в виде попиллярных, какие-то разрастания, тогда назначаются более подробные методы исследования, и обязательно по нашим федеральным рекомендациям назначается ФГС, гастроскопия, и, опять же, при, скажем, риске маллигнизации, обязательно порядок здесь ходит колоноскопия. А с чем это связано, кстати, интересно очень? Это связано с тем, что кишка – орган, который проходит сразу за влагалищем, за маткой. При том, когда опухоль наша, яичника, прилегает к кишке, и есть какие-то варианты маллигнизации, мы будем видеть измененную стенку слизистую кишечника. Соответственно, нам нужно при операции на яичнике всегда иметь в виду возможный злокачественный процесс, и как можно раньше выполнить стадирование этого процесса, насколько широко затронуты другие органы и системы. А, даже так, то есть правильно, если вот обычным языком, то есть вот эта киста может влиять на близлежащие органы? Совершенно верно. Вот это была новость, честно. Понятно. Ну и, соответственно, плановая хирургия может быть как лапароскопической, так и лапаротомической. Это как? Вот прям… От разрезов мы никуда не ушли. Да, в нашем веке лапароскопия сейчас занимает главную роль, и она, наверное, занимает процентов 96-98 вообще всего хирургического плана. Но от лапаротомии мы никуда не уйдем никогда. Почему? Потому что остаются те крупные образования, недообследованные, либо поздно выявленные, скажем так, когда образование было не 3 или 5 сантиметров, человек обратился, а который не ходил к кинекологу 10 лет. И там уже раздуло. Да, 20 сантиметров. Конечно, такие кисты, они не удаляют лапароскопические из-за риска как раз-таки малигнизации, из-за отсутствия возможности изъять это образование невредимым из брюшной полости через тракарный прокол. А риск малигнизации он всегда присутствует. Даже потому как даже при отрицательных онкомаркерах и вот тех возможностях, когда мы можем обследовать предоперационно человека и сказать ему 100%, что у вас не рак, такого не бывает. Но вот все-таки как это происходит? Значит, какой день цикла? Операции все проводятся в начале цикла, после менструации, желательно до середины цикла. Другое говоря, если у вас 6 дней цикл, 6-7, с 8 дня, пожалуйста, мы вас ждем с 8 по 12-13 день цикла. Давайте поэтапно. Что с наркозом? Какой? Наркоз. Если операция лапароскопическая, это зависит от доступа. Доступ выбирает хирург. Хирург понимает, на что он идет, зачем он идет, думает, может ли он это выполнить лапароскопически, с наименьшим вредом для яичников, либо лапаротомически, потому что образование огромное и тому далее. Как это, что это разница? Лапара или разрезы? Разрезы разные? Лапаротомия. Это разрез, либо поперечный, либо продольный. Так. И в онкологии очень часто с высокой долей вероятности онкологического процесса используется именно нижнесрединная лапаротомия, которая позволяет все образование, каких бы оно масштабных объемов ни было, извлечь с невредимой капсулы. Так. Мы в своем госпитале используем в основном лапароскопические методы, и даже когда есть какие-то пограничные, скажем, опухоли, удаляются они в контейнере. Контейнер – некий мешок из специального материала, стерильный мешок, который погружается в брюшную полость через обычные 5-миллиметровые троякары в брюшную полость заправляется мешок специально с тугой… Трубочкой, по-моему. С тугим заживом, скажем, веревочкой, которая затягивается, разворачивается в животе, яичники загружаются в этот мешочек. Операция происходит практически в этом мешке без повреждения капсулы. Выкатывается эта опухоль, остается в мешке, мешочек практически на бантик завязывается и извлекается, не контактируя с брюшной полостью вообще в принципе. Подождите, а вот этот мешочек вытаскивается через дырочку 5-миллиметров? Вытаскивается край мешочка, а потом опухоль, скажем, измельчается в этом пакете и через вот эти 5-миллиметров достается. То есть, весь смысл в том, чтобы содержимое опухоли не контактировало с кишечником, со всеми остальными органами. Расскажите, это важно, вот он яичник, вот она киста. Как вы бережно все это удаляете так, чтобы это было вот прям непрооперированный яичник на УЗИ? Да, такое бывает, УЗИсты очень удивляются. Ну, скажем, это стало возможно, наверное, с использованием вот новых технологий. Раньше при развитии лапароскопии, когда использовалась только монополярная коагуляция, ну, русским языком, наверное, это, скажем, такое дикое электричество, которое сжигает все на своем пути. Сейчас монополяром этим никто не пользуется, но вот раньше, сжигая вот эту ткань, яичники очень сильно вукцевались, обугливались, мы из них делали такие стейки типа медиум-ре, что-то такое получалось. Сейчас при развитии лапароскопии с использованием лазерной коагуляции, ультразвуковой, биполярной, инструменты позволяют не коагулировать мощно в глубину этой ткани, позволяют только коагулировать сосудики мелкие, ну, ножку, ножку, да, вот эту визуалу. Немножку этих сосудов именно, которые питаются. Не в наглую брать всю ткань и сжигать, а только точечно конкретно там, где есть сосуды. И люблю своим пациентам это рассказывать, что в молодом возрасте, когда у вас есть риск снижения МГ, вы планируете беременность, не должно проводиться никаких резекций на, скажем, даже если вернемся к тому, что мы не знаем изначально какая-то опухоль, нам нужно, допустим, срочное гистологическое исследование, к этому мы еще вернемся. Мы делаем так. Так, изначально яичник представляет собой круглое какое-то образование. Мы его чистим, как мандаринку, я вот всем так объясняю, только вот эта самая мандаринка, это как раз-таки ненужная часть, это киста. Очень хорошо вылучивается, не забирая здоровую ткань яичника, мы разворачиваем этот яичник, забираем вот этот мандарин оттуда в пакет. И смотря за каждым сосудиком, точечно, под потоком воды, это тоже обязательно, под потоком воды, которая снижает накал инструмента, коагулируется каждый сосудик, что влияет очень на абориальный резерв яичника, позволяет в глубину далеко не прожигать, а коагулировать только на поверхности те сосуды, как раз, которые у нас крови. То есть, сохраняя вот этот резерв и на неадоборезы. Сохраняя этот резерв, в некоторых случаях, когда эти образования большие, может быть, используется шовный материал какой-то, очень быстро рассасывающийся буквально там за неделю, за две, когда из яичника, который мы развернули, нужно собрать вот что-то подобное, похожее на яичник. А вот про наркоз, как это, что это такое? Как отходить от этого наркоза? Отпускается ли газ вот в брюшную полость? При лапароскопии обсуждения по наркозу нет и быть не может. При лапароскопии только эндитрахиальный наркоз. Это то состояние, когда вам ставят внутривенный катетер, вы потихоньку засыпаете на внутривенном наркозе, и потом под внутривенным наркозом ставится трубочка в горло, и за вас дышит аппарат всю операцию. Почему? Расскажем про гаспли, лапароскопию. Лапароскопия сам доступ, доступ через маленькие прокольчики в брюшной стенке, которые позволяют делать большие объемы в животе. Соответственно, эти большие объемы, те манипуляции инструментами, которые производятся в животе, требуют какой-то области воздействия, чтобы мы могли разворачиваться, поворачиваться и так далее. Чтобы расширить эту область поворота инструментов, мы должны эту брюшную полость раскрыть. В брюшную полость закачивается углекислый газ СО2 под определенным давлением. Большие давления не используются, но даже этого минимального давления достаточно для того, чтобы нарушить экскурсию нашей диафрагмы дыхательной системы. То есть у нас брюшная полость и грудная полость, или поливральная, они контактируют на уровне диафрагмы. Если мы закачиваем газ в живот, значит мы сжимаем диафрагму. Ну и, к сожалению, в таком состоянии наш организм сам дышать еще и под обезболиванием, под расслаблением он не может. Он не вытолкнет этот объем газа. Поэтому здесь за нас дышит аппарат. После того, как лапароскопия закончилась, спускается газ, потихоньку убирается эта самая трубочка, и вы потихоньку просыпаетесь. Понятно. Насколько шрамики видны, не видны, какая реабилитация, насколько можно после операции беременеть? У нас уже там много вопросов. Мы сейчас закончим. Основной блок, ход операции, потому что это основная тема нашего эфира. Как происходит реабилитация? Кстати, про гистологическое исследование. Это как раз-таки после операции отдают на гистологию все? Хороший вопрос. Опять же, при тех кистах, когда есть риск онкологии, отправляется сразу на гистологическое исследование срочно Е, которое не является окончательным, но является каким-то предзаключением, скажем так, во время операции, которое производится за 15 минут всего лишь времени, и которое позволяет хирургу онлайн, пока находишься в животе, понимать всю структуру образования. 15 минут. Да, и соответственно, за то время, пока мы пребываем в животе, у нас может кардинально измениться объем операции, потому что, если нам дают четко онкологию, мы понимаем, объем меняется. Объем меняется вплоть до удаления органов с одной стороны, взятие биопсии, взятие смывов с брюшины, операции на большом саннике и так далее. Не будем углубляться в онкологию. Да, 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 то вот так у нас прям страшно. Ну, это да, займет очень много времени. Но вот эта вот гистология позволяет диагностировать и не делать повторную лапароскопию при, вот когда у нас операция закончилась, мы отправили на гистологию, через 10 дней получили гистологию, но мы не получим стадирование, если вдруг мы получили какую-то онкологию. Соответственно, это все можно сделать за один раз, и человек, если дальше и будет передаваться куда-то в онкологическую службу, в онкодиспансер, уже с наличием полного протокола операции гистологического исследования, смывов и так далее. Ну, если у нас все хорошо, как мы дальше беременеем? Прошу, вы спрашивали. Ага, да. Я немножко скажу, раз мы в основном, да, про кисты так чуть-чуть поговорили, теперь уже лапароскопия, лапароскопия. Лапароскопия предполагает прокол в кубке и два прокола в латеральных, над, скажем, остями подвздошно-передни. Сами рубцы очень маленькие, инструменты 5-миллиметровые, соответственно, разрезы где-то по 6 мм с каждой стороны. И в настоящее время они зашиваются только косметическими швами, либо зашиваются, либо заклеиваются стрипами, вообще наклейками. То есть, что мы получаем при использовании вот этих малоинвазивных доступов? Мы получаем быструю реабилитацию, отсутствие ухода вообще, в принципе, за швами. Человек лежит у нас в стационаре при таком диагнозе, даже при самых больших кистах, ну, как правило, одни сутки. Одни сутки. Этого достаточно. Человек сегодня поступил в 8 утра, в 10 часов прошла операция, а на следующий день к 10-12 обеда он готов своими ножками с улыбкой уйти домой. И вот этот газ, он не создает его дискомфорт? Он создает дискомфорт. Создает. Не буду врать. Еще в течение 2-3 дней человек испытывает дискомфорт в плане каких-то ощущений, может быть, как от физической нагрузки, мышечных болей под ребрами, где-то над ключицами. Это нормально. Это такой отходняк после тканей. Ну, понятно, да. Все-таки было внедрение, поэтому... Да. И что самое приятное после лапароскопии, во-первых, очень бережное отношение внутри к тканям, во-вторых, очень красивое состояние кожи после лапароскопии. Уходите домой на вторые, по истечению первых суток после операции, и вы туда не заглядываете под эти шрамы, под эти повязки, которые есть, через 2-3 дня они снимаются, и вы на них не обращаете вообще внимания. Никакие швы не снимаются, ничем обрабатывать не надо, прикладывать подорожник не надо, все хорошо. Про беременность. Если вы планируете беременность, и стал вопрос о кисте яичника, естественно, в беременность вступать лучше без образования яичника. Ну, это понятно так. Вот мы ее удалили и как? Мы ее удалили буквально на следующий цикл, или через цикл вы можете планировать беременность. А вот правда говорят, что вот после таких операций рекомендуется женщинам в течение 3-х месяцев вот прям как можно скорее заняться этим вопросом, потому что как-то вот там все запускается, как вновь, это миф или... Нет, я бы сказал, это миф. А, миф, все-таки миф. В связи с чем была произведена эта операция, если это операция по кисте, то вы можете планировать беременность хоть через полгода, хоть через 8 месяцев, хоть на следующий. В зависимости, опять же, от повреждения яичника. Если это была киста в 10 сантиметров, когда мы вот эту нашу мандаринку развернули вот так, ну, естественно, он, наверное, не заживет за 1 месяц, 2-3 месяца он будет заживать после такого состояния. Только потом он начнет овулировать и давать какие-то свои плоды. А вообще профилактика образований на яичниках есть какая-то? Профилактика, наверное, заключается только по ходу к гинекологу. Если брать женщин, скажем, у которых часто бывают апоплексии, овариальные, более овуляторные, то здесь большую роль играют контрацептивы. Те же оральные контрацептивы. Я нисколько не против них. Есть очень хорошие препараты, низкодозированные, микродозированные, которые нивелируют эту симптоматику вообще в принципе и подавляют овуляцию. И снижают риск рака яичников вообще в принципе. Либо, ну, это походы к гинекологу. Это раз в полгода выполнение УЗИ, у вас мотрогинеколога. Наверное, все, какого-то скрининга у нас нет и в мире нет, и каких-то скрининговых, этих же лонгомаркеров, о чем мы говорили, со 125 и HE4, их смысла нет сдавать каждый месяц и отслеживать их показатели. Хорошо, приступаем к ответам на вопросы. Я начну вот как раз-таки, да, с наших подписчиков. Кто хочет, да, тоже присылайте нам вопрос, потому что есть еще вопросы, которые присылали нам люди в директ. Спрашивают, расскажите, пожалуйста, где проходили ординатуру? Ординатуру я проходил в Новосибирске. Я высшее образование получал в Казахстане, в городе Алматы, в Казахский национальный медицинский университет у меня Свиньярова, затем в Новосибирске, интернатура, ординатура, написание там половины кандидатской, 10 лет работы, санавиации, хирургии и так далее. Ну и вот больше двух лет я здесь, в Москве. После какого срока можно, после кесаресечения, можно снова беременеть? Вопрос довольно, знаете, с позиции, очень требующий разного ответа от акушеров и обминекологов. С физиологической стороны заживление ткани в области, скажем, малого таза, маточного сегмента происходит за 6-7 месяцев. И нитки все рассасываются через 6-8 месяцев. Это физиологическое заживление шва. Через год смело можно беременеть. Через 10 месяцев, через год. Акушеры, которые говорят, что нужно беременеть через 2 или 5 лет, ну, скажем, это такое небольшое заблуждение. Я надеюсь, меня не смотрят на них, никакие акушеры. Не придется ни с кем смотреть. Ну, если только ваши коллеги с вашего аккаунта. Хорошо. У сестры резко вырос яичник до 26 сантиметров. Внутри опухоль появилась. Пришлось удалить яичник, еле спасли. Что могло повлиять на это? До того не было жалоб вообще? Сложно сказать. Ей 12 лет. Дети – это отдельная тема вопроса. Я занимаюсь и детьми в том же… А, да? Делаем мы пароскопию у детей, да. Есть сертификаты образования, обучения и так далее. И дети, скажем, в возрасте от 8 до 12 лет как раз представляют определенную степень риска, определенную такую обособленную группу по развитию тератом или еще более страшно дисгермином, незрелых тератом с риском малигнизации онкологической опухоли. Здесь нужно понимать, что было в гистологии. Так как и до 26 сантиметров, если вырос яичник в 11 или 12 лет, вы говорите, то скорее всего это как раз таки гормон, продуцирующие опухоли и скорее всего там была онкология с прохождением химиотерапии. Я хочу вот сразу спросить у вас разрешение. Если у кого-то из наших подписчиков какие-то есть личные вопросы, такие знаете с углублением, пожалуйста, могут ли наши подписчики писать вам лично в инстаграм, в директ? Без проблем. Все вопросы в директ я сам лично отвечаю. Да, потому что мало ли кому-то нужна помощь, кто-то смотрит нас, кстати, из Казахстана, поэтому не стесняйтесь прямо после эфира, пишите в личку, есть у нас аккаунт подписанный Дмитрий Александрович. Хорошо, продолжаем. А если функциональная киста большого размера, назначили дюфастон? А, ну это другой вопрос. А если функциональная киста большого размера, ее тоже как бы она рассосется? Она рассосется. Окей. Если это функциональная киста, вам могли назначить либо дюфастон во вторую фазу цикла, только обязательно во вторую фазу цикла, не в непрерывном режиме, либо какие-то гормональные препараты в виде коков. Все это рассасывается. Но опять же, учитывая последние наши, хоть американские гайды, хоть наши клинические рекомендации, коки не влияют на рассасывание этих кист. Что вы будете с ними, что без них. В течение трех месяцев она уйдет и рассасывается. Два вопроса от Елизаветы. При аденомиозе возможно беременность? Возможно, безусловно. Дюфастон способствует зачатию? Ни в коем случае. Так. Так. Расскажите про эндометриоидные кисты, пожалуйста. Эндометриоз группа заболеваний, скажем, немного другая. Да, они образуют кисты. Да, мы оперируем эти кисты. Но хочется сказать, что эти кисты это как визуальный предиктор для УЗИста, скажем, чтобы поставить наружный генитальный эндометриоз. Вот эти вот кисты это самая поверхность того эндометриоза, который есть в организме. Скорее всего, в таком организме существует еще наружный генитальный эндометриоз. И, скажем, хирургия сейчас мировая очень широко шагает в сторону именно операций при эндометриозе. Все хирурги нацелены на лапароскопические операции при эндометриозе. Это вызвало очень большую популяризацию за рубежом. Наши хирурги едут учиться и так далее. Операции самые сложные, наверное, сложнее, чем онкология. По операциям при наружном генитальном эндометриозе. И вся беда в том, что в России, в Казахстане есть, безусловно, такие специалисты, кто оперирует эндометриоз, но их мало. И в рутинных больницах, я не скажу, будут частные или государственные, скажем, если оперировать стандартно эндометриозы обращать внимание только на кисты, мы не добьемся... Надо идти на операцию? Мы уже заканчиваем. Давайте ответим в прямом эфире, не страшно. Там стоп. Пока не можем. Да, Клавдия Васильевна, да-да-да. Остается двое. Одну секундочку, мы сейчас продолжим. Лариса Борисовна и Елена Великторовна. Кто на матче ставится? Ну, пока не идет, а вот это. Да, конечно. Да, хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, извиняюсь. Да, конечно. Доктору позволительно. Да, значит, немногие делают, но вот смотрите, если вообще обращаться к частному вопросу, вот эндометриодная киста 26 на 26 на 29, что делаем? В зависимости, я не договорил, подождите, подождите, самое главное не договорить. Если не оперировать эндометриоз, так как надо и не убирать за один раз, помимо кист, весь наружный генитальный эндометриоз, мы столкнемся с ним в жизни еще и не раз. И помимо того, что существует комбинированная терапия, лекарственная терапия и так далее, гормональная, насколько тщательнее будет произведена операция, тем минимальнее будет воздействие гормональной терапии и, соответственно, больше, высший шанс того, что вы с ним столкнетесь либо позже, либо не столкнетесь вообще. По поводу кист 26-29 мм, до 3 см кисты эндометриозные рекомендуют не оперировать. Почему? Потому что травматизация яичника происходит в любом случае, какие бы я не рассказывал истории про... Бережную, да? Ювелирную работу. Тем не менее, структура, сама киста эндометриоидная имеет очень толстую капсулу и она занимает какую-то часть яичника. Хоть в гистолопию и не попадает ткань яичника, мы убираем часть из вот этой структуры его, и яичник становится меньше. Встречаются женщины, которые оперированы по 5-6 раз при эндометриозе, у которых от яичников не остается ничего и авариального резерва не остается. Хотя вроде бы выполняется резекция, бережные какие-то манипуляции. То есть, наши действия должны быть направлены на минимальное количество операций у единственного данного человека. В каком случае может оперироваться киста, когда она всего 29 мм? Если вы молодая девушка, которая планирует беременность, вот в ближайшее время хочу беременеть, есть проблемы эндометриоз, помимо эндометриоза спайки, есть эта киста, есть наружный генитальный генитальный генитарий. Ну, то есть, сейчас опустоящее, что это? Мы делаем лапароскопию, мы убираем эту кисту, мы наводим порядок в животе, капитальный ремонт, как я его называю, и вы прекрасно беременеете. Если при обследовании у вас только лишь из симптоматики вот этой эндометриоидной киста, не надо ее оперировать. Что делать? Беременеть с этой эндометриоидной кистой. А, ну то есть, все-таки лечение у гинеколога, да, и уже там... Да, либо, если вы не планируете беременность, опять же, сейчас возможно назначение гормональной терапии, никто не даст гарантии, что она рассосется на каком-то препарате гормональном, но она хотя бы, может быть, не станет больше или не будет проявляться клиническими болевыми синдромами, вздутием живота и разного рода нарушением цикла, то, что вас беспокоило ранее. Вопрос следующий. А если наступила беременность с кистой 6 см, какая тактика? Тактика, мы ее обсуждали в самом начале, тактика как раз-таки... 6 см у вас нашли, сейчас вас оперировать, извините, нельзя. Нужно дождаться срока 16-17 недель. Нужно понимать, если в сроке 16-17 недель, опять же, есть подозрение на какой-то пристеночный компонент или что-то непонятное в структуре, либо выраженное повышение СА-125, выраженное повышение, потому что он может быть немного повышен и при нормальной текущей беременности. Тогда это хирургия и, как показывает практика, вот этот срок от 16 до 20 недель – это наиболее благоприятный срок для оперативной хирургии, для лапароскопической хирургии при беременности. Выставляется минимальное давление газа, подаваемое в брюшную полость, и прекрасно также через 3 прокольчика это все убирается, и понимая в 16 недель то, что за ваш плод отвечает уже не желтое тело, вырабатывающее прогестерон, а сформированное плацентом, мы спокойно можем оперировать яичник, который... Ну и, собственно, после операции вынашивание беременности никак не изменится абсолютно. Не знаю, к вам ли вопрос, стоит ли делать ГСГ, если исключены другие причины бесплодия? Безусловно, стоит, конечно, стоит. ГСГ – это гистеросактинография, проверка проходимости маточных труб и при бесплодии основной критерий, чтобы была спермограмма, была овуляция и были проходимы трубы. Вот к этому и стремитесь. Вы делаете это? Да. Так, эндометриоидные кисты могут появляться то в одном, то в другом яичнике? Они, как правило, не исчезают. Если говорится о разных кистах, которая была удалена, а потом как рецидив эндометриоза возникла в другом яичнике, да, безусловно, так и происходит. Если вы говорите о том, что в один цикл вы делаете УЗИ, у вас эндометриоидную кисту находят в правом, а в следующем цикле в левом, нет, это не эндометриоз, это функциональные кисты, это перепутание с форигурой. Все, понятно. Пишут еще, безопасно ли ГСГ? ГСГ абсолютно безопасно. Ничего там на какие-то реснички, на какие-то ничего там не влияет? Я бы сказал, это процедура лечебно-диагностическая. Это не просто диагностика, все-таки вот это промывание труб, как вы его называете, оно действительно промывание. И помимо того, что мы с диагностической точки зрения смотрим на проходимость труб, мы еще и направляем током жидкости под давлением промываемой реснички самой. А тот контраст, который забрасывается при ГСГ, он никак на вас не влияет, если у вас нет аллергии на йод. На йод, да. При эндометроидных кистах назначают препараты какие-то? Препараты, безусловно, назначают. Нужно понимать, это будет хирургия, это будет чисто консервативное лечение или это будет комбинированное лечение, то есть возможно назначение препаратов с последующей хирургией и с переходом на дальшую гормональную терапию, либо это может быть хирургия с дальнейшим назначением просто гормона. Препараты назначают. Единственные зарекомендованные препараты в мире, которые работают сейчас, производные, я не буду в качестве рекламы называть никакие препараты, производные диеногеста 2 мг и органисты гонадотропин-релизинг-фактор. Есть такие, можно погуглить, посмотреть. Препараты абсолютно разные. Препараты назначаются строго доктором, я бы не рекомендовал никому самому себе назначать их, имеют различные последствия, строго должны назначаться врачом. И такой специфичный вопрос, возможно, как у ширург-гинеколога, у нас немного времени, может быть, вы как-то поддержите женщину и ответите. Низкое расположение плаценты 15 недель, кровяные выделения коричневого цвета. Как поднять плаценту? Нахожусь на клексане и одновременно капельницу тетраксан. Тронексан. Клексан с тронексаном, да, совмещать можно, у них разные факторы воздействия, хоть и может звучать в вашей голове, как какой-то конфликт, потому что один разжижает кровь, другой пытается остановить кровотечение. Они действуют на разные факторы, вместе использоваться могут. По поводу поднять плаценты, никак вы ее поднять не сможете, она поднимется сама. Миграция плаценты заканчивается неделей на 16-17, поэтому не переживайте, матка будет расти. Если есть сейчас низкая плацентация, в связи с тем, что дно будет отдаляться все выше, плаценты немножко поднимутся вверх. И если она не перекрывает внутренний зев, скорее всего, дальше она и не будет его перекрывать. Осталось у нас немного времени. Если мы на что-то не ответим, пожалуйста, продублируйте под постом, где будет сохранен эфир. Фолликул не лопается, образуется киста, не могу забеременеть. Нужно обращаться либо к репродуктологу, к эндокринологу, либо к к кушар-гинекологу, чтобы разбираться. Действительно, здесь могут быть либо причины мультифолликулярной яичники, гормональные расстройства. Вам нужно сдавать гормоны, вам нужно сделать фолликулогенез, посмотреть на протяжении цикла, несколько раз сделать УЗИ, посмотреть, действительно ли он перерастает в кисту и нет овуляции. Соответственно, искать гормональные причины. Отличный вопрос есть. Что значит яичник подпаян к заднему листку широкой связки матки? Я думаю, как-то объяснить народным языком. Это последствия эндометриоза, скорее всего, либо ранее проведенных оперативных вмешательств. Яичник может быть подпаян. Яичники висят свободно в брюшной полости. Сейчас я буду это изображать. На своих, на собственных связках висят. И сзади них находится вот эта вот широкая связка. Когда в яичнике есть какое-то образование, киста эндометриоидная, она выделяет свои факторы, скажем, воспалительные, которые предшествуют тому, что яичник прилипнет к этой широкой связке. Это очень часто мы можем видеть на УЗИ, отсутствие смещения датчиком яичника, когда он прилипает туда, припаивается в спайках, в сращениях. И часто под этим яичником находится какой-то эндометриоидный инфильтрат, который требуется иссякать. Также при осмотре на кресле, при банальном осмотре, гинеколог может смотреть на кресле и вызвать у вас болевые ощущения в этой области, когда яичник не очень сильно припаян. Как определить, функциональная киста или нет? Мне не сказали, что у меня были два на одном яичнике. Через три месяца по одной кисте на обоих оказались это функциональные эндометриоидные кисты? Немножко не понял, может быть, я... Вопрос такой, что она сначала появлялась на одном, потом на другом, через три месяца на обоих оказались по одному. И все-таки как определить функциональные эндометриоидные кисты? Я думаю, это функциональные кисты. Функциональные все-таки. Эдометриоидная не будет появляться в одном цикле на одном яичнике, в другом на другом. Понятно. Если она появилась 2 см, у вас есть, у вас и через год будет она 2 см, либо она вырастет. Она сама не рассосется, никуда она не делится. Дмитрий Александрович, у нас осталось всего 10 минут, но вопрос, который нужно девушке ответить. Что делать с абсцессом кисты и бартолиновой железы? Ох, все, у нас пошла всякая психология. Абсцесс бартолиновой железы. Ну коротко, ну прям вот коротко. Тоже хирургическая тактика, поскольку я хирург, я по-другому, наверное, лечить не могу. Ну и, собственно, моя рекомендация. Существует в городе, у нас и во всем мире очень много методов. Это марсуперизация. Вы, наверное, гуглили, вы видели, читали, что вам больше по душе будет. Это марсуперизация, это вордкатетеры и это удаление с одной кисты. Призываю вас к тому, что кисту нужно удалять. Гинекологи, к сожалению, не любят эти операции, не везде берутся их делать, именно удалять. Потому что операция очень кровавая, наружные половые органы, включая клиторальную область, большие половые губы, очень хорошо кровоснабжаются. И при наличии какого-то разрезика это очень сложно ушить, без гематомы уйти и так далее. Специфические вопросы, вот прям пишите лично, потому что я смотрю, здесь очень много вопросов. И вопросы деликатные, не хочется никого обижать, а время ограничено. Перейдем еще к другому вопросу. При полипе эндометрия можно ли беременеть или обязательно сначала надо удалять? Обязательно удалить. Отлично. Если этот полип диагностировал или в одном цикле, или вы дважды ходили к другим, к разным специалистам, и у вас диагностируют полип, что позволяет задуматься о том, что он действительно там есть. Гестероскопия удаления обязательно, потом только беременность. Может не по теме, а можно узнать про спайки, которые образовались после КС, помешает ли это забеременеть? Спасибо за ответ. Как правило, такого обширного спаечного процесса после кесарево сечения не бывает. И нас интересует здесь конкретно не спаечный процесс, который образовался, а проходимы ли трубы при этом спаечном процессе. Если вас что-то смущает, вы можете сделать ГСГ, проверить проходимость труб, спокойно планировать беременность, невзирая на какие спайки. Диагностики спаечного процесса, кроме лапароскопии, нет никакой. Косвенные признаки на УЗИ не являются абсолютным признаком спаечного процесса. Так, последние три вопроса. Коротко. Полипоэндометрия может стать онко? Может. Полипоэндометрия это гиперпластические процессы, которые основываются на повышении нормальных гормонов. То есть, если есть у вас повышение эстрогенов на фоне вот этом, и растут у нас, растет вся онкология. Гиперплазия эндометрия, полипоэндометрия. Если с ним затянуть и не трогать, он может малигнизироваться, перерасти в аденоматоз и так далее. Там недалеко до аденокарцилома. Все. Готовлюсь к протоколу ЭКО. Есть функциональная киста 50 мм. Более 6 месяцев не уходит. АМГ 0,14. В таком случае нужно все равно удалять или пунктировать? Или можно попытаться убрать гормонами еще? Наверное, я бы... Ну, если 6 месяцев не уходит, навряд ли это фолликулярная, скорее всего, это серьезная киста. Но, учитывая, что у вас такой низкий АМГ и не хотелось бы вмешиваться в ваши яичники, я бы, может, попробовал еще 2-3 месяца прогнать это все дело на дифастоне во второй фазе. И если никуда не отходит, конечно, сначала оперировать. Никаких пункций кист я никогда не рекомендовал и рекомендовать не буду. Потому что мы при этом методе никогда не получим гистологического результата. И никогда не узнаем природу этой кисты и можем прощелкать что-то самое важное. Почему кисты тератомы растут как грибы? Кисты тератомы... С 13 лет. Да, не успели немножко поговорить на эту тему. Это отдельная... Отдельная такая структура опухолей. Это дисгерминомы. Они абсолютно доброкачественные, если мы говорим о зрелых тератомах. Но это, скажем, предшественники закладки какой-то эмбриональной ткани в ваших яичниках, которые образуются еще на этапе развития вас как эмбриона. Да, да, да. Ошибка эмбриональной закладки, по-моему, да, называется? Они могут быть в разном возрасте. Они могут быть как у детей, так и у взрослых, так и... Ну, и в менопаузе бывают. Если вовремя не диагностировано оперируются, они всегда... Они являются абсолютным показанием для операции. Хоть она будет полтора сантиметра, хоть будет десять сантиметров. Почему растут как грибы? Не должны расти как грибы. Есть, скажем, некоторые исследования, которые говорят о том, что кисты дермульные или тератомы, о которых мы говорим, они могут быть за всю жизнь в одном и во втором яичнике. И если убрать качество вместе с капсулой, да, не размозжить эту кисту, не, скажем, сделать резекцию вместе со стенкой кисты, а вытащить все образование вместе с капсулой, то она никогда уже в этом яичнике не вырастет. Спасибо огромное. Есть очень много вопросов по поводу бьюти-родов, по поводу перевязки труб. Кратко скажем о том, что во время кесарево сечения по согласованию с доктором, естественно, можно перевязать трубы. Можно это сделать во время бьюти-родов, то есть совместить кесарево сечение с адаминопластикой. Пожалуйста, пишите Дмитрию Александровичу лично, либо под постом. Всем ответим. Огромное спасибо за то, что вы внимательно слушали. Ожидали нас во время звонка рабочего, присылали огромное количество вопросов. Пишите свои предложения, может быть, у вас есть какие-то темы, на которые вы бы хотели услышать компетентное мнение хирурга-гинеколога. Всем спасибо, сохраняем эфир и до скорой встречи. Спасибо. Да, спасибо всем. Спасибо.